Сумки и клатчи, сделанные в Кыргызстане, отправляются на экспорт в Австрию. Молодой предприниматель Эссен Распеков наладил производство кожаных изделий. Говорит, что вначале было тяжело строить бизнес. Многие инвесторы отказывались сотрудничать и выходить на кыргызский рынок. Постепенно ситуация изменилась. Сегодня за развитие предпринимательства ему было вручено благодарственное письмо. У нас было очень много моментов опыта по привлечению инвестиций за рубежа, но, к сожалению, из-за политической обстановки в разные годы не всегда это получалось привлекать. И вот хотелось бы, чтобы наша страна именно вошла в такой путь стабильности, когда каждый индивидуальный предприниматель мог сделать огромную ценность, огромный вклад в развитие общества. Сейчас со стороны государства оказывается большая поддержка предпринимателям. В этом году акцент сделан на развитие сельского хозяйства. Впервые было выделено 26 миллиардов сомов. Особое внимание уделено к ластерному производству. Долгожданная инициатива от правительства нашей страны. 10 миллиардов сомов было выделено для развития экономики Кыргызстана, именно к ластерное финансирование. В частности говоря, про молочный сектор. 1 миллиард сомов было выделено. Из них ощутимая часть для фермеров, которые занимаются разведением высокопродуктивного молочного животноводства и переработчикам. Я думаю, что эти начинания окажут в долгосрочной перспективе подъем в эффективности введения агропромышленного комплекса. Кабинет министров на постоянной основе работает над системным улучшением деловой среды и созданием благоприятных условий, способствующих обеспечению роста предпринимателя частного сектора, а также повышению его статуса и имиджа. Благодаря тому, что деятельность отечественных предпринимателей осуществляется в разных областях экономики, в условиях внешних вызовов данный фактор объединяет всех бизнесменов, всплоченное сообщество и позволяет быть устойчивым к возникающим изменениям. Этот день объединяет тех, кто занимается своим делом, вкладывая в него свою душу, сердце, знания, опыт, создает новые рабочие места. Особую благодарность заслуживают те, кто платит налоги, пополняет бюджет страны, занимается социальными и благотворительными проектами, модернизацией производства, а также внедрением инновационных программ и технологий. Без целеустремленности, силы и терпения, желания достигать поставленных целей, лидерских и организаторских способностей, умению рисковать, готовность брать на себя ответственность за других, а главная вера в победу, невозможно добиться высоких результатов в бизнесе. В этом и состоит отличительная особенность звания предпринимателя. Сейчас для развития малого и среднего бизнеса предусмотрены ряд льгот, в том числе и налоговые послабления. Важное участие государственно-частного партнерства. Сегодняшняя встреча – это дань уважения предпринимателям, энергичным и инициативным людям с активной жизненной позицией. Бизнес и государство являются полноценными партнерами в деле развития экономики Кыргызской республики. Каждая инициатива бизнеса важна для страны и никогда не останется без внимания со стороны государства. Мы же, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы бизнес в нашей стране чувствовал себя уверенно. В ходе мероприятия состоялась церемония награждения предпринимателей почетными грамотами и благодарственными письмами Кабинета министров и ведомственными наградами Министерства экономики и коммерции в номинациях «Лучший предприниматель года», «Лучший молодой предприниматель» и «Женщина предприниматель». «Предприниматели в сфере туризма нуждаются со стороны государства в льготных кредитах и субсидиях. Но, несмотря на это, сельский туризм развивается. Также наша дестинация активно продвигает по получению статуса геопарк ЮНЕСКО. Мы хотим сейчас войти в мировую программу, в сеть глобальных геопарков мира. Это даст огромный потенциал развивать туризм именно на мировом уровне». В настоящее время в нашей стране около 800 тысяч действующих хозяйствующих субъектов. Из них около 3000 формируют порядка 80% от общей суммы уплаченных налогов в государственный бюджет и являются основными создателями рабочих мест. Надежда Улсова, Рыскельда Кукульбеков, Аллато 24.